Итак, друзья, всем привет! Я Любомир Борода. Это очередной выпуск проекта Сиджо Пиджо, спонтанно рожденного. Сейчас будем пить чай и немножко болтать. Надеюсь много болтать не будем, но что-нибудь по делу проболтаем. Я сейчас нахожусь опять в своей берлоге, а за дверью у меня хулиганят какие-то мужчины. Они делают какой-то новый замок на входные двери, поэтому они там сверлят и шумят. Прошу понять, простить, я не виноват. Если я буду ждать, когда они досверлят, то этот выпуск не выйдет. Давайте сейчас заварил чайку. Кстати, что хочу сказать. Снова появился шу-пуэр осень. Вот не взял блин сюда, а вставать уже не хочется. Но вы знаете, можете посмотреть в аккаунтах моих. Шу-пуэр осень от чайного пьяницы. Охрененные 100-граммовки. Кайфовый. Пуэр мягенький, заходит на ура. Классное состояние. Ну и вообще бомба. Он как-то появился в конце лета, насколько я помню. И пока его все распробовали, он закончился. А вторая партия шла. Вроде должна была прийти быстро, а шла долго. И поэтому все там блин, только распробовали. Такие блин, осень, осень. Любомир, а есть осень? А осень нет, а осень нет. Вот вроде на улице осень, а чай осень нет нифига. Вот. И вот пришел он буквально два дня назад. Соответственно, обо всем этом уже написано во всех соцсетях. Об этом говорят все журналы, радиогазеты. Вот, поэтому обязательно приобретайте, пока он есть. А то сейчас опять, когда вспомните, вот, то кто его знает, может уже и выпьет всю осень. Ваше здоровечко. Ах, хорошо. Нравится мне это дело. Кстати, в каком-то из выпусков, вроде даже в последнем Сиджи Пиджи, кто-то меня спрашивал, где купить такой термос? Типа, где купить? Типа, блин, да где купить? Да на любой барахолке. Зайдите в какой-нибудь OLX, наберите там китайский термос СССР, и вам выдаст, ну, куча всяких продаванов, которые торгуют этими термосами. Вот, ну, есть дорогие, которые там продаван пишет, там, антиквариат, коробка, там, бережное хранение, еще какая-то фигня, и там ценят. А есть такие, где там какой-нибудь дядя пишет, вот лежит без дела, а хороший, вот отдам. И за какие-то копейки. Собственно, когда я ответил на этот комментарий, что можно там в том же OLX посмотреть, я пошел на OLX подтвердить свой комментарий, так сказать. А тут думаю, вдруг сейчас их там нет, а я человеку посоветовал. Ну вот, смотрите. Охеренный. Только сегодня забрал, вот сейчас вот прямо прибежал с новой почты, обошелся мне этот термос в 300 гривен вместе с OLX доставкой. Колба целая, там все офигенно. он даже не воняет внутри. То есть, ну, не надо там его чистить, что-то мыть. Очень красивый рисунок, ну, и прям бомбический, бомбический термосок. И я еще несколько себе заказал. Не знаете, почему? Не потому, что у меня есть необходимость в термосах. Ну, блин, они мне просто нравятся. У них такие классные рисунки. Ну, и вот именно для домашнего чаевания, да, там, когда нам не надо куда-то выезжать, потому что там стеклянную кокбуру можно разбить. Вот в таких условиях именно принять гостей, попить дома чайку, попить чайку в своей коморке. Это офигенная тема. Ну, и, как знаете, когда кайфово пить чай, там, из разных чайников, из разной посуды, также кайфово пользоваться разными термосами. Этот, например, у меня там литр 200, да, а этот вроде трешечка. Или, ну, я еще не мерил, но он большой. Вот, соответственно, в зависимости от компании, там, оп, а сейчас приедет еще парочка, они будут красиво стоять. Вот, если кого-то заразил, можете опередить меня, выкупить какие-то термосы на OLX, пока я с этим не справился. Это ж прикольная такая игра. Мне не жалко совершенно. Вот. Так что, к чему я? Выпуск сегодняшний хотел... Даже, ну, не мог придумать какую-то тему. Я понимал, что хочется о чем-то поговорить с вами, и вам хочется о чем-то поговорить. А вот какую-то конкретную тему, блин, ну, я ее не придумал. Я вижу, что там спрашивают в комментариях, что пишут в комментарии. Вот, наверное, на эти вопросы можно немножко ответить. Опять же, сказать свое видение того, что вы спрашиваете. Потому что, блин, мы все люди разные, и что одному хорошо, то что-то другому плохо. Или, наверное, как братья, да, говорили, что русскому хорошо, то немцу смерть. Поэтому потерял мысль. Поэтому вот помню один комментарий, он мне прям сразу запомнился, по поводу того, типа, какие чаи как воздействуют на организм. Ну, то есть, там, типа, есть там желтые, зеленые, белые, красные, да, там, синие даже есть, гречишные и так далее. И там, и черные, и пуэр, и много-много всего, и улуны светлые, и темные. Соответственно, как каждый из них влияет. Вот, например, ты вот в прошлом выпуске сказал, что вот красный хорошо для вдохновения, там, то-то, то-то, а как остальные? Смотрите, опять же, у каждого, наверное, свой чайный путь и свои, ну, какое-то свое знакомство с чаем и свое понимание чая. И, как бы, каждый по-своему запускает чай в свою жизнь. Этот напиток, да, который способствует, ну, какому-то, там, изменению вашего взгляда на определенные вещи, изменению небольшому вашего какого-то состояния, как духовного, так и физического. И, соответственно, на каждого человека каждый чай будет влиять совершенно по-разному. Ну, это как вот о вкусах не спорят, да. Например, бабушка сварила борщ, и вы впервые в жизни попробовали этот борщ где-нибудь в деревне. Вам он очень понравился, и вы понимаете, что бабушкин борщ, он самый кайфовый. Но вы же не ставите себе галочку в мозгу, что если борщ, то он обязательно бабушкин. То есть, в какое бы заведение вы ни зашли, если в меню будет написано борщ, то вам принесут то, что вам варила бабушка. Правильно? Потому что борщ – это, ну, вот борщ, а рецепт приготовления и, соответственно, человек, который его делает, ну, то есть, вот, мастерство приготовления этого борща. Но совершенно разное. Плюс бабушкин борщ вам понравился, например, а соседу Ваське борщ от вашей бабушки не понравился. Ну, это ж не значит, что борщ от бабушки плохой. То же самое с чаем. Всем заходят совершенно разные чаи, и воздействовать они смогут совершенно по-разному. Ну, есть, наверное, какие-то, ну, примерные, да, там, характеристики, что, на что может как-то повлиять. Но сказать, что, например, ну, вот я сказал, да, там красный чай, он вдохновляет. Меня он вдохновляет. Я пью красный чай, их много разных, да, они, они вот какие-то такие, что вот есть какая-то возвышенность. А если какой-то, там, дорогой, ну, прикольный, там, красный чай, это вот Диме доктору вам надо. Он сейчас заморочился выпуском красных чаев, сейчас вот вышел Дарума-2. Ну, во-первых, там запах. Вы берете чай, вы просто нюхаете его, и уже куда-то летите на красивые зелёные луга вместе с бабочками, и у вас всё хорошо, прекрасно. То есть, ну, вот такой, да, вы его завариваете, у вас там аромат разносится по всему пространству. Вам классно, кайфово. Какой-то там мёд, лето, всё это так шикарно. Вам хочется писать там какие-то песни, стихи и так далее. Ну, то есть, чай, который вот как-то вот делает хорошо, да, я вот называю, например, там, вот копчёный, да, вот, Бадуровский, для меня там чай-праздник. То есть, я его не пью там каждый день, да, ну, потому что мне неинтересно. Но вот выехать куда-то, там, на природу, как-то вот, просто вот сесть, выдохнуть вот всей этой городской суеты, кайфануть и вот попить чего-то вот такого. Вот копчёный завариваешь, ты его пьёшь, и он усиливает ещё вот всё вот это твоё восприятие. И тебе так как-то классно становится, короче. Ну, вот, вот охеренно, да. Вот. Что касается там пуэров, да, вот шу-пуэров. Я люблю шу-пуэры. Они все разные. Сказать, что шу-пуэр как-то действует одинаково, блин, ну, нет. Сказать, что его надо пить рано утром, а вечером не пить, ну, нет. Блин, рано утром можно пить один чай попить, а вечером другой. А либо тот же самый, но по-другому его заварить. Всё, опять же, нарабатывается со временем. И если утром мне пуэр нужен для того, чтобы включиться, то вечером пуэр мне нужен для того, чтобы отключиться. То есть, это же, ну, как бы нормальные вещи. Вот. Что касается там шен-пуэров, да, ну, для меня это чай такой, который я до сих пор не могу познать, сколько ни пытаюсь с ним знакомиться. У меня чаще всего это не получается. Я либо делаю себе какую-то передозировку, либо он горчит, либо мне болит живот, и я уже об этом как-то рассказывал. Но в последнее время я вот кое-как начал всё-таки с ними знакомиться, справляться, у меня стало получаться их заваривать, и я, ну, поймал какой-то определённый, как бы, кайф. Ну, я понял, ну, чем хороши для меня шена, например, да. То, что шу для меня это такое, ну, вот, вот залить полный бак, как бы, да, бензина в машине. А шен, он такой, как бы, блин, как предтренд работает, знаете, кто ходит в зал. То есть ты такой пьёшь, это очень легко, это какая-то тоже фруктовость, какой-то летний, весенний такие вкусы, запахи. Всё как-то легко, классно, и в то же время он настолько тебя, ну, заставляет твой мозг работать, как бы вот так вот, ты как будто бы такой прозреваешь. Вот. Ну, шен, ой, шу, он как бы дольше этот же эффект тебе делать. Тебе надо его побольше посидеть, попить, там что-то посмаковать, и ты такой начинаешь потихоньку, плавненько включаться. То шен, он как бы, как будто бы легче воспринимается организмом, и в то же время как-то быстрее начинает действовать. Но опасность в том, что можно вот как бы чуть передознуться, ну, как по мне, опять же, и поймать состояние, которое я уже не люблю, когда тебе немножко начинает вот так делать. Я не люблю такое состояние, как бы от чая хочется кайфовать, а не вот это вот все. Поэтому, ну, смотрите сами, как бы. Дальше, если пойти там по улунам, ну, например, там по модным, да, чаям, которые знают все, там, тигуанин да хун пао, тигуанин светлый улун да хун пао, тёмный улун, это такие типа распиаренные представители вида улунов, вот, которые все стараются купить, попить, там, ну, тигуанин, блин, классный чай, он, ну, просто, блин, вот как мне, да, ну, просто поднимает настроение, ты его пьёшь, он легко очень пьётся, он вкусно пахнет, его можно пить сколько угодно, как там Баста, да, там пел с гуфом, что он как планчик, тигуанин как планчик, идёт за стаканчиком стаканчик. Ну, действительно, вы пьёте и нет какого-то такого ощущения, что вы уже напились, как бы, знаете, что вам уже вот не хочется. Его можно вот реально, там, проливаешь себе и проливаешь, пьёшь и пьёшь. Тренироваться под ТГшечкой очень даже здорово. Ну, я одно время практиковал эту тему, я пил тигуанин, шёл на тренировку, блин, легко, офигенно, непринуждённо. Но сказать, чтобы, например, там, тигуанин с утра меня мог включить, как шу-пуэр, нет, он меня не включает. Шен включить может, как бы, да, там, даже может, блин, передознуть. ТГ – нет. Ну, и, соответственно, если днём, там, ближе к вечеру, хочется чего-то такого лёгкого, но интересного, вот можно как раз, как по мне, да, там, попить ТГшечки или попить там Дахунпао. Но, опять же, Дахунпао, блин, они, ну, как ТГшки, да, они все разные, очень многое зависит от сыря. У меня иногда бывает, что я Дахунпао попил, и, знаете, такое ощущение, что как будто вот не напился, чего-то вот не получил того, чего я там ожидал. А иногда бывает наоборот, что я как-то его перепил, блин, и мне как-то немножко не по себе меня, аж там, не то чтобы подташнил, это вот, ну, какое-то состояние, как живот начинает болеть. Может, я пил не те Дахунпао, ну, какой-то ряд этих чаёв в мои руки попадал, я пил. Сказать, что сейчас у меня есть желание напиться Дахунпао, нет. Последний раз я пил классный Дахунпао, который мне понравился, я варил его в сифоне, по рекомендации там Димы Доктора, блин, мне вот зашёл вот именно варёный Дахунпао в сифоне, он офигенный. Но, опять же, у меня свои вкусы. Я когда бухал, я пил тёмное пиво, мне нравились портеры, мне нравились какие-то эли густые, да. Когда я курил сигареты, я курил Капитан Блэк, чтобы всё было прям вот такое. Ну, и, соответственно, все вот эти лайтовые темы, ну, они, наверное, не, ну, как бы не мои, да, и сказать, ну, кому-то рекомендовать то, что вот пей такой-то чай, он будет на тебя так-то воздействовать. Ну, нет. Вот. Просто старайтесь пить классный чай, как бы, да, ну, не покупать помойные какие-то там сорта, которые никто не пьёт, и чаем это назвать невозможно. Покупайте качественный чай, и пейте его разный. Он просто, он весь классный. Он весь классный. И сказать, знаешь, что, типа, такой, блин, я купил, зря деньги потратил, он там никакой. Да какой? Вот по-любому какой. Любой красняк вы можете просто в кружку насыпать, там, разламывать кусок, утром просто в кружке заваривать, с утра пить, и он будет классно вас вдохновлять и даже бодрить, если там чуть больше. Ну, блин, потому что он классный. Не хочется заморачиваться, вечером тоже там красный чай, или там ту же ТГ-шку я иногда делаю, там, беру просто какой-то заварочный чайник бабушкин, там, литровый, кинул туда, там, столовую ложку этого тягуанина, там, полторы, залил водой, он там постоял, по кружкам разлил, там, взял себе каких-то, какой-то хурмы, блин, кураги, еще каких-нибудь орешков сидишь, пьешь, все равно это намного лучше, чем пить, ну, там, Ахмат или прочую шнягу, и он, блин, он классный, он обволакивает, вам прикольно, приятно. Вот. Вот какие-то такие рекомендации. То есть много всего сказал, а ничего не порекомендовал. Ну, опять же, что касается моего выбора, блин, ну, я настолько люблю шу-пуэры, что как-то мне, знаете, существуют такие понятия, как, там, завтрак, обед и ужин, ну, с чаем примерно так же, да, там, хочется утром попить, там, в обед, а потом, там, с друзьями, может быть, что-то там вечерком, и получается, что автоматически, ну, как не автоматически, а на подсознание, организм привыкает к тому, что есть определенные периоды в течение дня для приема чая. То есть организм уже, как бы, их ждет, да, и вы ждете от этого чая того состояния, которое, ну, вот, вам хочется получить. То есть вы уже знаете это состояние, вы уже к нему, как бы, привыкаете, и вам, ну, это как покурить ходить, да, вот, как курцы, там, только они часто бегают, там, типа, бля, пора перекурить, потому что уже мозг не очень начинает работать, уже надо курнуть, потому что сейчас будем нервничать. Я с чаем, вот, у меня примерно так же. Сказать, что я прям буду сильно нервничать, но это мне надо долго подержать без чая, ну, да, будет какую-то нервозность, потому что ты ждешь уже какого-то эффекта, да, его нет, и ты такой, бля, ну, что-то, что-то идет не так, вот, и получается, что в организме есть какие-то определенные, так сказать, незаполненные места чаем, которые заполняются в определенное время, что-то заумно слишком говорю, вот, и мне жалко иногда заполнять эти места чаем, эффект от которого я не знаю, какой будет, вот, потому что он может быть классным и выше того, что я ждал, а может быть нифига не классным и ниже, ну, как бы, того, ну, то есть не оправдать моих желаний, и получается, ты выпил там литр уже этого чая, а состояние не получил, и, как бы, чайный вот этот вот резерв, ну, как вот я его для себя воспринимаю, временный чай, бюджет, да, вот, на чай в это время ты использовал, и получается, что ты просто поел говна, ну, вот так, знаете, вместо обеда, блядь, напился воды, короче, и все, обеду больше нет, жди ужина, вот, конечно, можно догнать сверху каким-то классным чаем, но на это, опять же, требуется время, а оно есть не всегда, например, да, и не факт, что следующий чай даст вам именно тот самый эффект после того, как вы поели говна, потому что, ну, организм все равно что-то принял уже, и поэтому вот эти эксперименты там с другими чаями, они у меня достаточно редки, ну, в какой-то момент времени, когда я там пил чаи, да, там, знакомился с ними, я покупал все подряд, и пил там, и этот, и тот, и сед, и еще какой-то, вот, а потом что-то, ну, у нас стал просто как бы для себя, опять же, понимаешь, что, блин, мне нравится пить шухи, да, мне нравится пить шу-пуэра, и даже, скажу больше, мне не нравится пить шу-пуэры все бле, которые в мире вообще бывают, нет, вот, даже из того ассортимента, который вот есть у меня в лавке, мне нравятся не все шу-пуэры, которые тут есть, но я практически все их пробовал, да, даже, скорее всего, все, но сказать, что я их всех люблю, нет, и я, например, ну, там, люблю некоторые сорта, и там через блин их покупаю, да, там сегодня купил этот блин, попил, попил, там, прочередовал его еще с каким-то потом, бля, такой он был классный, я не напился, надо еще один такой блинчик взять, прочередовать там с каким-то другим блином, и вот как раз каким-то чаям другим, ну, вот у меня пока нет места, нету времени под них, я их покупаю, ну, так, в целях ознакомления и для того, чтобы был какой-то праздник, как я уже сказал, да, там, чай-праздник, вот у меня есть там какой-то там заначка какого-то такого праздника, какого-то такого, время от времени я заглядываю в шкафчик, где у меня там лежит чай, и думаю, о, вот этот я давно не пил, а давай-ка сегодня его попьем, но такое бывает у меня достаточно редко, и все у меня вот с шапуэрами, скучный я шапуэрный человек, однако, вот, что еще хотел сказать, много, наверное, уже базарим, а в прошлом выпуске кто-то подметил такую тему, что написал мне человек, что ему нравится мой подход и мое ведение чая, и обозвал это таким типа панк-движением в чае, да, и там я стал даже гуглить этот вот тип панкс, там, есть вот этот такой движ, да, я сильно его не изучал, но мне понравились там какие-то чуваки, там, какие-то татуировки тип панкс, там, какие-то чай упаковывают в эти упаковки, там, тип панкс, только единственное, что я, ну, пока не понял, нормальный там чай или нет, потому что там больше похоже на какие-то вот такие масс-маркеты, знаете, с этим, не масс-маркет, а ароматизированные ячи различные, да, просто там в какой-то интересной упаковке, но сам, само название тип панкс, ну, блин, мне так понравилось, что-то такое, блин, думаю, блин, да, класс, и я сделал стикеры, сегодня я их заберу, тип панкс, просто что-то там нарисовал, короче, вот, чтобы клеить на термос, ну, такое, потому что я все время стараюсь во все свои посылки вкладывать какие-то стикеры и все время их менять, чтобы у людей, которые у меня что-то приобретают, ну, было что-то прикольное, что можно было приклеить там на тот же термос. К чему это все? Стикеры я сегодня заберу, контакты этого человека у меня есть, и отправлю ему подгончик небольшой и положу 10 таких стикеров в подарок. Вот, на этом все, задавайте свои вопросы, с вами был Любомир Борода, надеюсь, увидимся не последний раз, я немножко приболел на самом деле, поэтому вот, немножко меня так покачивает, и немножко пойти в себя, такая переутомленность, знаете ли, усталость, вот, и поэтому выпуски выходят как-то беспорядочно, должны были быть вторники, а прошлый вышел в пятницу, а сегодня вот я пишу в четверг, надеюсь, сегодня вечером вы его уже увидите, вот, всем классного чая, берегите себя, родных, ну, и вообще.